ДИАГНОСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГАЗОВЫХ Ничто не вечно. Пожалуй, правильное понимание философии жизни поможет реально оценить ту или иную ситуацию. Вот и наши потребители рано или поздно сталкиваются с вопросом, а как же быть, когда у дорогой и исправно служащей плиты истек срок эксплуатации? Расставаться с ней не хочется, но можно ли пользоваться ею дальше без риска для себя и близких? На этот вопрос квалифицированный специалист даст один четкий совет. Чтобы быть уверенным в таком газовом оборудовании, необходимо сделать диагностику его технического состояния. Как раз о ее необходимости и своевременности мы поговорим с директором филиала производственного управления «Брасловгаз» Шукелем Вадимом Рамуальдовичем. Здравствуйте, Вадим Рамуальдович. Здравствуйте. Вадим Рамуальдович, расскажите, пожалуйста, почему газовое оборудование и техническая диагностика неразделимы на практике? В процессе длительной эксплуатации газового оборудования происходит износ его частей и деталей, нарушение режимов работы автоматики, которые могут вызвать утечку газа и привести к плачевным последствиям в виде взрывов и пожаров. Нормативный срок службы газовых приборов указывается в руководстве по эксплуатации. По истечению этого срока службы потребителю необходимо либо заменить газоспользовавшее оборудование, либо привести его диагностику с целью определения срок дальнейшего безопасной эксплуатации. То есть, у потребителя, по сути, всегда есть выбор? Совершенно верно. У потребителя всегда есть выбор. Приобрести новый газовый прибор, либо заключить договор со специализированной организацией на проведение диагностики, исходя из материальных возможностей, условий и интенсивности эксплуатации этого газового прибора. Также наличие или отсутствие неисправностей в процессе эксплуатации. Вадим Ирмальдович, расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, какие организации проводят диагностику газоиспользующего оборудования и можно ли воспользоваться данными услугами в филиалах унитарного предприятия «Витебскоблгаз». На сегодняшний день данную услугу по диагностике газовых приборов выполняют только филиалы УП «Витебскоблгаз». Скажите, пожалуйста, а какова стоимость таких работ? Согласно прискуройту цен, утвержденному унитарным предприятием «Витебскоблгаз», стоимость диагностики технического состояния газоиспользующего прибора составляет, например, для газовой плиты на сегодняшний день 21 рубль 76 копеек. Необходимо при этом понимать, что абоненты, заключившие договор на проведение диагностики, должны быть готовы к тому, что возможен отрицательный результат диагностики. В этом случае газоиспользующие оборудование необходимо будет заменить. А в случае положительного результата диагностики на какой период продлевается срок эксплуатации приборов, выработавших свой нормативный срок? При положительном результате первой диагностики продление эксплуатации газового прибора допускается на период до 4 лет. Дальнейшая эксплуатация газового прибора допускается по результатам повторной диагностики на период до 3 лет. Предельный период эксплуатации газового прибора, выработавшего нормативный срок, не должен превышать 10 лет. Вадим Ромальдович, а бывает же и такое, что руководство по эксплуатации газового прибора утеряно. Как в таком случае определить срок службы оборудования? Да, в нашей практике тоже такое бывает. Поэтому и из этой ситуации можно найти выход. Так, в соответствии с законом Республики Беларусь о защите прав потребителей, срок службы газовых плит исчисляется с даты передачи товара потребителю. Если момент передачи товара не установлен, срок службы исчисляется с даты изготовления. Многие граждане, у которых утеряно руководство по эксплуатации, задаются вопросом, как узнать дату изготовления газового прибора. Как правило, эти данные указываются на газоиспользующих приборах в виде наклеек либо бирок, которые необходимо сохранять на протяжении всего периода эксплуатации. Хорошо, когда всему есть четкое объяснение. Теперь осталось все запомнить и воспользоваться при случае. Спасибо вам, Вадим Рамуальдович, за полезные советы для наших потребителей. Спасибо и вам. Ну а для вас, дорогие зрители, мы подготовили небольшую познавательную экскурсию. В музее унитарного предприятия «Витебск Облгаз» не продаются билеты. Но попасть в него все-таки можно. Гостям и представителям различных делегаций вход сюда открыт. Ну а нам с вами просто показан, где, как ни в музее, можно воочию убедиться, что все течет, все меняется. И если понимать древнегреческую философию более предметно и точечно, то не уходя далеко от нашей темы, давайте посмотрим, на чем, к примеру, готовили лет этак 60 назад. Да, это та самая первая газобаллонная установка, смонтированная в Витебской области в 1960 году. И вот еще одно подтверждение словам. Баллоны емкостью 55 литров больше не используются. Современники отказались от них в пользу более легковесных 50-литровых и не прогадали. Вот такая четырехкомфорочная новая плита была установлена миллионному потребителю в 1972 году. Сегодня она тоже раритет. Предмет гордости музея и уже никак не помощник в быту. Если вы все еще по каким-то причинам являетесь обладателем одной из таких плит, знайте, она куда более полезна и безопасна будет в музее, чем на вашей кухне. О том, каким газовым плитам можно и нужно отдавать сегодня предпочтение, узнаем в одном из магазинов «Метангазмаркет». Газовая плита – оборудование потенциально пожара и взрывоопасное. Именно поэтому одна из главных задач покупателя – проследить, чтобы она была оборудована всеми современными средствами обеспечения безопасности. Один из таких бонусов при покупке плиты – система газконтроля. Если пламя не зажглось или по какой-то иной причине погасло, автоматика перекроет подачу газа. Разные производители оборудуют этой системой либо конфорки, либо духовку, либо то и другое. Последний вариант с точки зрения безопасности, разумеется, предпочтительнее. Еще один плюс современных плит – электроподжиг. Чтобы заставить плиту функционировать, вам не нужны будут спички или зажигалки. Достаточно нажатия одной кнопки. Зарекомендовала себя двойное или тройное стекло дверцы духового шкафа. Получить ожоги нельзя. Это особенно важно, если у вас дома есть маленькие дети. Выбирая плиту, спросите у консультанта про таймер. Механически, к примеру, помогает хозяйке точно соблюсти рецептуру и не упустить момент, когда блюдо будет готово. Намного больше умеет электронный таймер. Важный акцент – электронный таймер имеется только в дорогих моделях газовых плит. Получить более подробную информацию, а также приобрести газовую плиту с указанными функциями, вы можете в торговом объекте «Метангазмаркет» либо по номерам телефонов, которые вы видите на экране. Это вся информация на сегодня. Будем рады встрече с вами для обсуждения новых, актуальных и полезных тем. Субтитры создавал DimaTorzok